Всем привет, меня зовут Артём, мне 32 и я бартендер. Полгода назад, да, это было полгода назад, в апреле месяце, я понял, что я остановился в своём развитии, мне нужен какой-то новый вызов. Я бармен с 10-летним стажем, и я понял, что вызов я могу получить только в стране, которая является столицей денег. Для меня в данный момент это Объединенные Арабские Эмираты, и, ну, как любой человек своего возраста, я полез по газетам, шучу, интернет. Вот, нашёл в интернете на Work.ua, если не ошибаюсь, объявление, ну, о вакансиях от компании Work.emirates, и сначала, что я начал делать, я начал гуглить истории компании Work.emirates. Сначала я посмотрел там несколько отзывов от ребят, потом посмотрел интервью с директором Анастасией Фартушной, понял, что ребята сами прошли через то, что они предлагают. Я такой же вот человек, который никогда не предлагает то, чего не прошёл сам, поэтому заинтересовался, позвонил, буквально первое общение с HR оказалось очень приятным. Я понял, что меня услышали, что, ну, все мои потребности. Мне дали рекомендации по поводу того, что я должен потянуть английский. Я 4 месяца плотно этим занимался, причём плотно этим занимался во время работы в Болгарии, где имел очень много опыта, потому что, на самом деле, я удивлён, но a lot of younger money, он speak English really good, вот, поэтому практики было круто. И вот в августе я прошёл собеседование, и в тот же день, после, когда я его прошёл, я получил подтверждение, что поздравляем, вы летите в Абу-Даби работать. У нас тут произошёл обрыв плёнки, мы сидели с девочками, общались о зарплатах, о том, что, ну, в данный момент я лечу в Абу-Даби, у меня базовая моя ставка будет, скажем так, в районе 700-800 американских зелёных денег. Моя жена даже лично, когда увидела эту сумму, она сказала, «Тёмно, реально, ты со своим опытом совсем летишь на эту зарплату». Я вам расскажу предысторию. Полгода назад я в апреле месяце, в мае месяце уехал работать в Болгарию. Не поверите, на это я поехал работать бариком за 450 евро в месяц. После моего первого рабочего дня моя зарплата выросла до 600 евро в месяц. Каждую месячную зарплату я получал премиум, и в конце сезона я получил доплату, существенную доплату за крутые результаты во время сезона, за тот фидбэк, за обратную связь, которую на Booking и на Top Hotel все оставляли гости. Я даже девочкам и чарам скидывал скриншоты с этого сайта, там где каждый отзыв там был я. То есть я просил об этих отзывах, поэтому я был там. Потому что я просил. Не стесняйтесь, кстати, просить о фидбэке у своих гостей, о вас. На самом деле это крутой резюме для вас и огромный бонус для вашего работодателя. Теперь, все работаем по-разному. Кто-то занимается, кто-то учится, кто-то приехал поработать и потусить. Но если все-таки ваша цель это сделать карьеру, это реально круто зарабатывать, то, во-первых, выкладываться на 100%, делать свое дело на высоте. И, во-вторых, не бойтесь открыть рот, когда вы реально хотите, чтобы вам повысили зарплату, когда вы понимаете, что вы этого заслуживаете. Объясню почему. Потому что, когда я работал управленцем, менеджером заведения, если у меня человек уже проработал год-два, я доверяю этому человеку. Особенно если это бармен. Бармен вообще интимная штука, хотя бы потому что, ну, бармен знает всю поднагодную заведение. Бармен знает все о кассовых операциях. Бармен знает, сколько пробивается по чеку, сколько пробивается не по чеку. То есть, ну, бармен знает все о заведении, это человек, который диспетчер из сердца заведения. И вот, я могу вам сказать по-честному, я как менеджер, и я как бармен, замечал, что любой работодатель готов поднять зарплату человеку, который проработал у него определенное количество времени и показал крутые результаты, чем, скажем так, потеряв, ну, там, отказавшись поднять на 30% зарплату, этот человек уйдет в другое заведение, тебе придется искать нового человека. Причем, ну, найти руки, которые умеют что-то делать, это одно, а найти голову и сердце, которые будут с тобой всегда и будут стучать в ритме этого заведения, это совсем другое. Поэтому, если вы чувствуете, что вы уже, ну, реально значимый человек у себя на работе, что команда вас уважает, что менеджер может не следить за вашей работой, базовая ставка, это все лишь базовая ставка. Ваш рост будет зависеть только от вас. Я занимаюсь этим делом уже 11-й год, и, как и каждый человек, который развивается, чего-то хочет. У меня есть цели, и вот одна из моих целей, ну, на ближайшие уже 3, наверное, 4 года, это все-таки открыть свое заведение, открыть свой отель. Само собой, что я хотел сделать так, чтобы мой опыт, который у меня есть и который у меня будет еще, был очень важным для этого, для моего заведения, поэтому хотелось его набираться в максимально крутых местах. Каждый раз, когда смотришь фотки из Абудаби или из Дубая, ты понимаешь, что это действительно лакшери-левел, что это 5-7 звезд, ну, ладно, там даже 7 звезд гостиницы есть, то есть это реально полные 5 звезд, это высокие стандарты сервиса. Я решил, что вот именно Эмираты будут более подходящие для этого, и я еду делать карьеру, по-честному. Вот я улетаю сегодня в 19.25, в 7.22 я буду в Борисполе, не сидеть в самолете. Я планирую по-честному отработать весь свой двухлетний контракт. Я очень хочу за это время сделать карьеру. По-честному еду я за карьерой, еду я за экспириенсом, еду я за тем окружением, которое это будет, за... Честно, вот мечта там встретить бармена, который будет круче меня на леву. Прийти к нему, пасть в колени и сказать, братан, просто покажи, я буду мыть за тобой шейкера, но только научи меня работать так, как ты учишь. То есть вот очень хочу научиться чему-то новому. Дальше есть планы побывать и в Штатах, поработать, очень много, но вот в данный момент, сегодня перед вылетом, я понимаю, что Эмираты именно там самое то место, где я должен быть. Ну и прикиньте, я эту зиму буду ходить в шлепках. Дома осталась семья, я женат с января месяца. Мы вчера женой ночью перед моим отъездом из Днепра сюда в Киев очень много плакали, но у нас есть общая цель. Поэтому, ребят, я вас прошу, перед тем, как решиться на работу, где-то за границей, особенно в Эмиратах, поймите, что это шанс. Иногда такой шанс бывает один раз в жизни. Вы в любом случае должны, это стоит попробовать, но перед тем, как начать это делать, подумайте, зачем это вам. Поставьте свою цель, нарисуйте себе картинку жизни, которую вы увидите через 3-5 лет. Вы знаете, как и ребенок не может родиться за 3 месяца. Вот так же и некоторые проекты не могут родиться преждевременно. Для того, чтобы их создать, нужно накопить необходимое количество знаний, уверенности и бабла в любом случае. Без этого, слава богу, никуда. Вот. И да, учите английский, звоните в World Emirates, просите, чтобы вам устроили собеседование, проходите это собеседование с первого раза, как я, и вылетайте. Вылетайте с четкими своими целями, с сознанием того, зачем вы здесь. Каждое утро просыпаетесь там, говорите, охренеть, я в Абу-Даби. И я сегодня буду работать с мировыми звездами, с самыми богатыми людьми планеты, и я покажу им, насколько я хорош. Круто. Достигайте.